Всем привет, меня зовут Артём и вы смотрите CatDecrapTV. Девятая часть бензиновой саги о быстрых и яростных под названием Форсаж на всех парах спешит на экраны наших кинотеатров. И я уже словно по традиции решил подготовить вас к просмотру и рассказать вам полную хронологию серии Форсаж. Меня, кстати, довольно часто спрашивают про анимационные вставки в моих видосах. Ну вот, по типу той, что вы сейчас видели, ну или же по типу интро в новостях или в серии, что показали в трейлере, которые повторяют стиль самих трейлеров. И самый главный вопрос, который мне задают, это как такое сделать? Я обычно отвечаю про софт, мол, это можно сделать в Cinema 4D или в After Effects, но это всего лишь инструменты, которыми сначала нужно научиться пользоваться. И если вы тоже неравнодушны к компьютерной графике, то сделать это не так уж сложно. Ведь образовательный портал Geekbrains открывает набор на факультет моушн-дизайна, где вы сможете научиться выстраивать композицию, создавать 3D-графику в Adobe After Effects, Cinema 4D и других графических программах, а также писать код для анимирования объектов и затем монтировать все это в финальную картинку. И уже к концу обучения у вас будет портфолио, которое поможет устроиться в компанию мечты и создавать там собственные фантастические меры. В их договоре даже прописано, что если вы не будете трудоустроены, то вам вернут деньги за обучение. Ну а мои подписчики к тому же получат скидку в 45% по промокоду CutTheCrap. Оплатить обучение можно в рассрочку, а с помощью налоговых вычетов можно вернуть часть потраченных денег. Ну а как научитесь, напишите мне. Я всегда рад поработать с талантливыми дизайнерами. Ссылка в описании. История «Форсажа» берет свое начало в 2004 году в Лос-Анджелесе, когда неизвестная банда уличных гонщиков совершает разбойные нападения на грузовики. Департамент полиции Лос-Анджелеса подозревает в нападениях команду известного в криминальных кругах уличного гонщика и механика Доминика Торетто. Доминик – бывший заключенный. Он отсидел два года в тюрьме строгого режима за то, что избил гаечным ключом гонщика Кейни Линдера, которого считал виновным в смерти своего отца. Линдер получил серьезные травмы, из-за чего он не смог вернуться к гонкам, поэтому суд запретил Доминику участвовать в гонках. Выйдя из тюрьмы, дом собрал команду гонщиков и открыл мастерскую, которая служила прикрытием для нелегальных уличных гонок. Спустя какое-то время он вместе со своей сестрой Мия открыли небольшое кафе – Тореттос Маркет энд Кафе. Правда, ни кафе, ни гонки, ни мастерская не приносят серьезного дохода, поэтому Доминик со своей командой начинают грабить грузовики с электроникой, подняв шум на весь Лос-Анджелес. Чтобы остановить банду Торетто, департамент полиции Лос-Анджелеса и ФБР отправляют одного из своих офицеров – Брайана Уконнера, чтобы он внедрился в банду Торетто и нашел доказательства того, что именно они совершают эти налеты. Чтобы быть ближе к Торетто, Уконнер устраивается на работу в магазин автозапчастей, где закупается команда Торетто, и начинает ходить в семейное кафе Торетто, и вскоре влюбляется в сестру Доминика – Мию. Чтобы втереться в доверие, Брайан решает участвовать в уличной гонке против Торетто. Он ставит на кон свою машину – тюнингованный Митсубиши Эклипс 95-го года, но Доминик выигрывает гонку, однако во время заезда появляется полиция. Брайан помогает Доминику сбежать от полиции, и Дом берет его в свою команду, куда входят его девушка Летти Ортис и их друзья – Винс, Леон и Джесси. Постепенно он втирается в доверие ко всем участникам банды и начинает встречаться с Мией. Во время гоночных войн участник команды Доминика – Джесси – проигрывает свою джету лидеру враждующей команды гонщиков – Джонни Трану, но от страха не отдает машину, а сбегает, и Тран начинает охоту за ним. А тем временем остальная команда Доминика отправляется на очередное ограбление грузовиков, однако в этот раз водители грузовиков подготовлены к налету и вооружены. Брайан осознает, что команда Доминика в опасности и признается Мии, что он полицейский. Тем временем Доминик и его друзья грабят грузовики, но у них это не получается, и Винса тяжело ранят. Но им на помощь приезжают Брайан и Мия. Брайану приходится раскрыть свою легенду, чтобы спасти Винса, а Доминик уезжает искать Джесси. Затем Джесси приезжает к Доминику домой, но появляется Тран со своим братом и убивают Джесси. Доминик и Брайан отправляются в погоню за ними и убивают обоих, а затем устраивают гонку между собой, в ходе которой чуть не попадают под поезд. Доминик разбивает свою машину и Брайан отдает ему ключи от своей супры. На ней Торетто уезжает из США в Доминиканскую республику, а Брайана объявляют в розыск за помощь преступнику. Поэтому Брайану тоже приходится бежать из Лос-Анджелеса, и он путешествует по стране, попутно участвуя в нелегальных гонках. Но за ним продолжает охотиться полиция, поэтому ему приходится бросить свой автомобиль, но он покупает другой. На нем он добирается до Майами, и там знакомится с гонщиком и механиком по имени Тедж Паркер, и начинает работать в его гараже, а по ночам участвовать в уличных гонках. После одной из таких гонок Брайана все-таки арестовывает полиция, но вместо тюрьмы ему предлагают сделку – свобода в обмен на помощь в поимке наркобарона Картера Вероны. Брайан соглашается, но ему не нравится его напарник, не разбирающийся в машинах, поэтому он берет в напарники своего старого друга – Романа Пирса. Чтобы поймать наркобарона, Брайану и Роману необходимо попасть в его команду, поэтому они встречаются со связным ФБР агентом Моникой Фуэнтес, который работает на Картера под прикрытием. Она записывает их на гонку, которую устраивает Верона, чтобы найти себе новых помощников. Брайан и Роман выигрывают, и получают место в команде Картера, и полноценную работу по перевозке наркотиков. Тем временем ФБР преждевременно начинает операцию по поимке наркобарона, но у них это не удается. И тут появляются Брайан с Романом, которые запрыгивают на яхту Картера и сами его арестовывают. Пять лет спустя в Доминиканской республике, где скрывается Доминик, начинается топливный кризис, и цены на бензин начинают сильно расти, из-за чего местные оказываются без топлива. Торетто, словно Робин Гуд, собирается ограбить бензовоз, чтобы раздать бензин беднякам. Только вот перевозчики бензина находятся под защитой местного политика по прозвищу Элвис, поэтому дому сначала нужно выведать у него место, где он сможет безопасно украсть бензин. Для этого он вытаскивает из тюрьмы своего знакомого Тего Лео, который лично знаком с Элвисом, и тот проводит Доминика в клуб, где отдыхает политик. Доминик получает нужную информацию, и вместе со своей новой командой Тего Лео, Рико Сантосом и Ханом собираются на ограбление. К ним также присоединяется и Лети, которая нашла Доминика после его побега из Лос-Анджелеса. У них возобновляются отношения, и они тайно женятся. Налет на бензовоз оказывается неудачей, и Доминик вновь отправляется в бега, оставляя Лети. Поэтому она возвращается в Лос-Анджелес с целью заработать Доминику свободу. Для этого Лети связывается с Брайаном, который как раз работает над делом другого наркобарона, Артура Браго. Браго ввозит в США крупные партии кокаина, оставаясь незамеченным. Никто даже не знает, как он выглядит. Он использует команды гонщиков, которых убивает после каждого дела. В обмен на свободу для Доминика, Лети внедряется в одну из таких команд, но ее раскрывают, и подручный Браги по прозвищу Феникс убивает Лети. Узнав о смерти возлюбленной, Доминик возвращается в США, чтобы отомстить. Герои попадают в команду Браги и знакомятся с латиноамериканцем по прозвищу Кампус, который вместо Браги руководит операциями, а также девушкой по имени Жизель, выступающей связным. После первого же дела Феникс пытается убить Доминика и Брайна, но Торетто взрывает машины и завязывается перестрелка, в ходе которой герои забирают машину с товаром Браги. Дома у Торетто между Брайном и Мией вспыхивают старые чувства. С помощью товара у Конора и Торетто собираются выманить Брагу, чтобы его арестовали ФБР. Они соглашаются продать товар Браге, если он сам за ним придет. Но навстречу приходит подставной Брага, где его пытается арестовать ФБР, тогда как настоящий Брага, которым оказывается Кампус, сбегает в Мексику. Но Жизель помогает Доминику найти наркобарона, и вместе с Брайном они его арестовывают, походу убивая Феникса. Однако, несмотря на помощь в поимке Браги, Торетто все равно осуждают на 25 лет в тюрьме Лампок. Это решение разочаровывает Брайна, поэтому он вместе с Мией нападает на тюремный автобус, перевозящий Торетто, и освобождает его. В результате нападения на автобус с Домиником, Брайна и Мию объявляют в розыск, и им приходится скрыться в Рио-де-Жанейро, у Винса, а вот Доминик снова пропадает. Два года спустя у них кончаются деньги, и они соглашаются поучаствовать в угоне автомобилей, конфискованных Управлением по борьбе с наркотиками. Во время ограбления они встречаются с Домиником, который также участвует в деле. Мия крадет Ford GT, хотя один из угонщиков уговаривает этого не делать. Доминик чувствует, что что-то не так с этим автомобилем, и просит Мию пока спрятаться вместе с машиной. Ей удается уйти, а вот Доминик и Брайан попадают в руки людей Эрнана Рейса, политика, бизнесмена и наркобарона, который держит в руках весь Рио-де-Жанейро вместе с полицией. Но им удается сбежать, и они выясняют, что машина нужна Рейсу из-за чипа, на котором хранятся все его операции и весь подпольный бизнес. Но это еще не все проблемы героев. В Бразилию прибывает сотрудник Дипломатической службы безопасности США, Люк Хоббс, который хочет найти их и арестовать. В качестве помощника и переводчика он берет сотрудника полиции Елену Невес. Хоббс быстро выходит на Торетто и О'Коннора и пытается ее взять, но ему мешают местные преступники. Они также пытаются убить Елену, но ее спасает Доминик. Во время разговора Елена проникается сочувствием к Доминику, который, как и она, потерял любимого человека. Оторвавшись от погони, Доминик предлагает разделиться, но Мия просит его остаться вместе с ней и с Брайаном, потому что она беременна. Дом решает, что им необходимо начать новую жизнь, перестав постоянно бегать от полиции, и он предлагает ограбить Рейса и завязать с преступлениями. Брайан и Доминик собирают команды старых друзей, чтобы провернуть это масштабное дело. Они хотят украсть 100 миллионов долларов, которые Рейс хранит в 10 разных местах, но обокрасть все места разом невозможно, поэтому команда громит одну из точек и сжигает деньги, что вынуждает Рейса спрятать все остальные деньги в одном месте. Им оказывается сейф в полицейском участке. Герои воруют полицейские автомобили, чтобы незаметно проехать в участок, но тут внезапно появляется Хоббс со своими ребятами и арестовывает команду. Их собираются экстрадировать на родину, но во время транспортировки на конвой дипломатической службы нападают люди Рейса, убивая Винса и некоторых оперативников Хоббса. Но остальной команде удается уйти, и Доминик предлагает сменить план и атаковать полицейский участок в открытую. Хоббс, желая отомстить за смерть своих парней, присоединяется к героям. Затем Брайан и Доминик таранят полицейский участок на укрепленных доджах-чарджерах, цепляют сейф к машинам и забирают его с собой. Однако, предполагая, что Люк не отпустит их вместе с сейфом, они тайно меняют его на пустую копию. Сам Рейс и разбивается на мосту, где его добивает Хоббс. И он позволяет Доминику и его команде сбежать, но без сейфа, не подозревая, что это всего лишь реплика. На деньги Рейса Брайан и Мия переезжают на Канарские острова, а к ним присоединяется Доминик и Елена, которые начинают встречаться. Тэдж открывает свою мастерскую, а также покупает редкий суперкар, Кёнигс XCXR, которых всего четыре в мире. Точно такой же покупает и Роман. Тэга и Рика уезжают проматывать состояние в Монте-Карло, пока Хан и Жизель начинают встречаться и путешествуют по миру, мечтая однажды добраться до Токио. А тем временем опасная кибертеррористка по прозвищу Сайфер начинает осуществлять свой план мирового господства. Для этого ей необходимы две секретные военные разработки. Устройство слежения глаз бога и система глушения военных коммуникаций «Ночная тень». Поэтому она нанимает террориста Мози Джаканди, чтобы он раздобыл для нее глаз бога, а «Ночную тень» поручает британскому наемнику Деккарду Шоу. Но Деккард отказывается, и тогда она нанимает его родного брата, бывшего майора спецназа Великобритании Оуэна Шоу. И Оуэн вместе с командой гонщиков начинает грабить военные караваны на территории Европы. Нападение на военных доходит и до Хоббса, а все потому, что в команде гонщиков Оуэна находится та самая Лети Ортис. После очередного налета команды гонщиков, Хоббс прилетает на Канары, отыскивает отошедшего от дел Доминика и просит его о помощи в поимке европейских гонщиков вместе с Лети. Шокированный дом собирает старую команду и начинает работать на Хоббса. Герои пытаются остановить Оуэна в Лондоне, но им это не удается. Затем Жизель выясняет, что Шоу работает вместе с Брагой, и Брайан отправляется в тюрьму, где держит Брагу. Там он узнает, что в обмен на информацию спецслужб, Брага поставлял Шоу оружие, наркотики и девушек. И именно Шоу сдал Лети, которая не погибла во время нападения Феникса, а попала в больницу и потеряла память. Оуэн хотел убить ее, но узнав, что она ничего не помнит, взял ее в свою команду. Затем герои летят на базу НАТО в Испании, откуда Шоу собирается украсть чип для супероружия. Там завязывается сражение с танком, но Доминику удается поймать Шоу и спасти Лети, которая присоединяется к его команде. Но Шоу переигрывает их и сообщает, что держит Мию и сына Брайана в заложниках. Доминик просит Хобса отпустить Шоу и тот соглашается, но команде удается его поймать и они отправляют его в кому. В ходе финальной погони Жизель жертвует собой, чтобы спасти Хана, и тот уезжает в Токио в память о ней. Ну а Хобс выполняет свои обещания и возвращает Доминику его фамильный дом, а также снимает с него и Брайана все обвинения. Доминик воссоединяется с Лети и Елена уходит на службу к Хобсу, а тем временем старший брат Оуэна, Декард Шоу, готовится отомстить. Для этого он проникает в штаб-квартиру дипломатической службы безопасности. Там его встречают Хобс и Елена, но Декард их побеждает, отправив Люка в больницу. Затем он скачивает данные о команде Доминика, взрывает дом Торетто и отправляется искать Хана в Токио. В это время в маленьком американском городке, одержимый гонками подросток Шон Босвул устраивает уличные гонки и попадает в аварию. Так как это уже не первое нарушение, его могут посадить, и чтобы избежать тюрьмы, он улетает к отцу в Токио. Там Шон знакомится с Твинке, который посвящает его в мир уличных гонок Токио. Вот только японцы практикуют дрифт, с которым Шон не знаком. Но это не мешает ему вызвать на гонку дрифт короля, Такаши, по прозвищу Дикей. Такаши – племянник босса Якудзы по имени Камата, который ведет нелегальные дела вместе с обосновавшимся в Токио Ханом. Хан, удивленный наглостью юного Шону, дает ему свой Ниссан Сильвия для гонки с Дикеем. Но Шон проигрывает гонку с большим отрывом и разбивает автомобиль Хана. Чтобы отработать разбитую машину, он начинает работать на Хана и параллельно учится дрифтовать. Вскоре Шон начинает побеждать местных гонщиков, а тем временем Камата узнает, что Хан воровал у него деньги. Но Хан сбегает, и Такаши гонится за ним по улицам Токио, пытаясь убить. Хану удается оторваться, но внезапно в его машину врезается Декард Шоу, и Мазда с Ханом взрывается. Уверенный, что именно Дикей виноват в смерти Хана, Шон предлагает Камате уладить конфликт с помощью гонки чести, и тот дает добро. Шон выигрывает гонку и становится новым королем дрифта, пока ему не бросает вызов Доминик Торетто, который приехал забрать тело Хана. Пообщавшись с Шоном и получив от него крестик и фотографию Жизель, Доминик возвращается в Лос-Анджелес, и на похоронах Хана замечает странный автомобиль, водитель которого за ними явно следит. Им оказывается Декард Шоу, который собирался убить Доминика. Начинается погоня, но ее прерывает отряд ЦРУ под предводительством тайного агента по прозвищу Мистер Никто. Никто рассказывает Доминику о Глазе Бога, устройстве, которое позволяет выследить за два часа кого и где угодно. Мистер Никто обещает дать Доминику это устройство для поимки Декарда Шоу, но взамен Торетто должен вызволить из рук террориста Мазет Джаканди хакера Рамзи, создателя того самого устройства. Доминик соглашается и снова собирает команду. Они отправляются в Азербайджан, выпрыгивают из самолетов на автомобилях и успешно спасают Рамзи, который рассказывает, что устройство находится у ее друга Сафара в Абудаби, внутри электронного блока управления. Но прилетев в Абудаби, герой узнает, что Сафар продал блог иорданскому принцу, который установил его в свой Ликан Гиперспорт. Команда проникает в пентхаус принца во время вечеринки и вытаскивает Глаз Бога, случайно сбросив гиперкар из окна небоскреба. С помощью устройства Мистер Никто выслеживает Шоу в его логове, куда отправляется отряд спецназа и Доминик с Брайаном. Однако Шоу удается сбежать, забрав с собой Глаз Бога. Декард понимает, что так просто команду Торетто ему не победить, поэтому он объединяется со старым знакомым. Тем самым Мози Джаканди обещает дать ему Глаз Бога. Тем временем Доминик с командой возвращаются в Лос-Анджелес. Рамзи взламывает Глаз Бога, отключая устройство, а Доминик встречается с Декардом Шоу на парковке. Они начинают драться, но тут появляется вертолет Джаканди и начинает обстрел парковки, заваливая Шоу обломками. Доминик успевает сесть в свой автомобиль, выпрыгнуть с парковки и уничтожить гранатами вертолет Джаканди. Декард выживает, его арестовывают и отправляют в тюрьму. Ну а Брайан решает окончательно отойти от дел и посвятить себя семье, в которой скоро будет очередное пополнение, ведь Мия снова беременна. Напоследок Брайан устраивает свой финальный заезд с Домиником, но символически съезжает с трассы. А к Лете тем временем возвращается память, и она вспоминает, что они с Домом поженились в Доминиканской республике. Поэтому они отправляются в Медовый месяц, на Кубу. Там с Домиником связывается та самая кибертеррористка, Сайфер. В этот раз она хочет заполучить ядерное оружие, чтобы с помощью него подчинить себе всю планету. Так как Доминик с командой уже дважды срывали ее планы, Сайфер придумывает способ заставить Торетто работать на нее. Она выясняет, что у Елены после расставания с Домиником родился от него сын. Сайфер похищает Елену с ребенком и шантажирует Доминика, чтобы он работал на нее. Первым заданием она поручает Доминику добыть электромагнитное оружие. Торетто вместе с командой помогают Хоббсу украсть оружие, и Доминик нападает на Хоббса, забирая МП. В итоге Хоббса арестовывают немецкие власти и сажают в одну тюрьму с Декардом Шоу. Мистер Никто предлагает Хоббсу признать обвинение в международном шпионаже и измене, чтобы немецкие власти депортировали его из страны, и он смог работать на Никто. Но Хоббс отказывается признать себя преступником, и тогда Мистер Никто подстраивает беспорядки в этой тюрьме. Декард Шоу пользуется этой ситуацией для побега, но Хоббс пытается его остановить. В итоге они оба сбегают из тюрьмы, и Хоббс начинает работать с командой Доминика, чтобы найти Сайфер. Поскольку помимо Хоббса только Шоу удалось выследить Доминика, Мистер Никто вербует и Декарда, который хочет отомстить Сайфер за то, что втянуло его в поиск ночной тени, из-за чего ООН попал в кому. Но Сайфер и Доминик опережают их, нападая на секретную базу Мистера Никто, и крадут глаз Бога. Следующий пункт в плане Сайфер – ядерные коды. В Нью-Йорк прибывает русский министр с ядерным чемоданчиком, и Сайфер отправляет за ним дома. Он пользуется окном, пока его не видит Сайфер, чтобы встретиться с Магдалин Шоу, матерью Оуна и Декарда, и попросить у нее помощь в обмен на местоположение Сайфер. Он передает ей трекер, с помощью которого можно отследить самолет Сайфер, но затем продолжает свою миссию и крадет ядерные коды. В ходе стычки с собственной командой Доминик стреляет в Декарда, чтобы сымитировать его смерть. Сайфер тем временем использует ЭМП, чтобы проникнуть на военную русскую базу, расположенную в месте под названием Владова, и захватить ядерную подводную лодку. Она планирует устроить ядерную атаку, чтобы продемонстрировать миру свою власть, но ее планы срывают Декард и вышедшие с комы Оуэн Шоу, которые проникают на ее самолет. Сайферу дается сбежать, а братья спасают сына Доминика, поэтому Доминик возвращается к своей команде и помогает им уничтожить ядерную подлодку. Воссоединившись со своим сыном, Доминик называет его Брайаном и оканчивает свою вражду с Шоу. После этих событий Хоббсон нанимает СРУ, чтобы отыскать спецагента Ми-6, сестру Декарда и Оуэна, Хэти Шоу, укравшую в ходе одной из операций программируемый вирус, старичок, способный за двое суток убить любого человека. Этот вирус создала организация Этион, возглавляемая неизвестным террористом. Отряд, куда входила Хэти, должен был выкрасть вирус, но им помешал бывший агент Ми-6, Брикстон Лорд. Когда-то он работал вместе с Декардом Шоу, но после того, как переметнулся на сторону Этион, Декард его убил. Но Этион вернули Брикстона к жизни и улучшили его тело при помощи киберимплантов, так что он стал не только сильнее выносливый, но и научился просчитывать ходы противников в реальном времени. И чтобы Брикстон не получил вирус, Хэти приходится ввести ампулы со старичком себе. Помимо Хоббса, СРУ также нанимает Декарда, который хочет отыскать свою сестру. Хоббс и Шоу находят Хэти и узнают, что вирус можно вывести из организма девушки при помощи специального устройства, расположенного в штаб-квартире Этион в Чернобыле. Чтобы проникнуть внутрь, Хоббс и Шоу сдаются Брикстону, пока Хэти ищет устройство. Лорд по приказу главы Этион безуспешно пытается переманить героев на сторону компании. За это время Хэти успевает отыскать устройство, и втроем герои сбегают из штаб-квартиры, повреждая в ходе погони устройство для выведения вируса. Починить устройство может брат Хоббса, поэтому троица отправляется на остров Самаа, где живет семья Хоббсов. Несмотря на семейное разногласие, Люк уговаривает брата починить оборудование. Затем на остров прибывает Брикстон, и герои сражаются с ним, пока Хэти извлекает вирус. Хоббс и Шоу побеждают Брикстона, а Хэти успешно избавляется от вируса, после чего глава Этион удаленно убивает суперсолдата и сообщает героям, что это не конец, и он будет за ними наблюдать. Ну а позже Декард и Хэти помогают их матери, Магдалине, сбежать из тюрьмы, куда она попала по неизвестной причине. Тем временем Доминик и Летти продолжают тайно работать на правительство. По заданию мистера Никто, они вынуждены остановить террориста Ормстрида, который помогал Оуну Шоу в поисках компонентов для ночной тени. И после неудачи Шоу, Ормстрид заполучил куда более опасное устройство под названием «Затмение», позволяющее отключить стратегическую сеть обороны США. Ормстрид собирается продать устройство, но перед этим хочет атаковать США для демонстрации оружия. Но Дому, Летти, Роману и новым участникам команды удается его остановить. Затем Доминик и Летти пытаются отойти от дел и спокойно воспитывать своего сына на ферме, однако на горизонте появляется новая угроза. Элитная гоночная лига служит прикрытием для криминальной организации «Шифтер», которая получила доступ к высокотехнологичному оружию и собирается установить мировое господство. Поэтому секретная правительственная организация под руководством девушки с кодовым именем «Мисс Нигде» собирается внедрить в лигу своих гонщиков и обращается к Доминику. Но новоиспеченный отец не может взять на себя еще одну опасную миссию, поэтому он доверяет это задание своему двоюродному брату Тони Торетто. И Тони вместе со своей командой отправляются на задание. Ну а далее идут события девятого фильма, которые я не хочу вам спойлить, чтобы не лишать вас удовольствия. Но если вам все-таки не терпится узнать, о чем будет фильм, то можете посмотреть мой разбор трейлера. Ну а сейчас я расскажу вам основную информацию, которая известна из трейлеров и из синопсиса картины. Четыре года спустя Доминик и Летти пытаются забыть прошлое и растят сына на ферме. Однако внезапно прошлое само настигает их. Оказывается, что у Доминика есть родной брат Джейкоб, которого дом скрывал даже от своей возлюбленной. Но у Джейкоба своя правда. Он уверен, что всю жизнь был в тени Доминика и теперь хочет восстановить справедливость. Пока братья не виделись, Джейкоб успел стать первоклассным наемником и гонщиком. И он, объединившись с Сайфер, устроит героям немало проблем. Чтобы дать отпор злодеям, Доминик снова собирает свою команду, к которой присоединяются старые знакомые Шон, Эрл и Хан, который каким-то образом пережил ужасную аварию. Ну а Тедж и Роман обзаведутся реактивным пунтиаком и, облачившись в подводные скафандры, отправятся в космос. Ну что ж, это были все основные события серии Форсаж. Так что, если вам понравился такой пересказ, то не забудьте поставить ему свой быстрый и яростный лайк. А также можете подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, если хотите. Ведь в следующем видео я покажу вам свое интервью, которое я взял у Джастина Лина, режиссера Форсажа. Я ему задал несколько очень необычных вопросов. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. Новое видео уже на подходе. Cut the crap. Мы режем киноленты.